Здравствуйте! В этом видео мы посмотрим, например, реализация алгоритма бинарного поиска на языке программирования MATLAB. Сначала мы обсудим, где используется бинарный поиск. Итак, бинарный поиск применяется к отсортированному массиву данных. Он ищет индекс необходимого нам элемента быстрее, чем обычный перебор. И поэтому бинарный поиск очень удобен при поиске в больших массивах. Его аналогом в MATLAB есть команда find. И find может применяться к любому массиву, даже не отсортированному. Отсюда возникает вопрос, а можем ли мы ускорить такую задачу, если мы ее напишем сами? Давайте посмотрим сначала, как работает бинарный поиск. Мы видим, что в данном ситуации массив разбивается на половинки. Соответственно, вот такая картинка дает очень хорошее представление, как работает бинарный поиск. Давайте поставим задачу перед собой, как мы будем разрабатывать нашу функцию. Прежде всего мы ее должны создать, исходя из предположения, что входные данные уже отсортированы. Поэтому нам не требуется писать свою функцию сортировки. Затем, для того, чтобы показать или не показать, что наш созданный алгоритм работает быстрее, чем команда find, мы будем мерить скорость работы реализации. И, наконец, мы не будем ограничивать себя только лишь ядром MATLAB. Мы будем использовать все доступные нам тулбоксы. Давайте перейдем в MATLAB. Итак, я уже разработал эту функцию. Давайте на нее посмотрим. Здесь полное повторение той картинки, которую вы видели. Единственное, я ухожу от базового типа данных MATLAB double. При индексации я делаю явное преобразование типов. В данный момент я преобразую в 32-разрядное целое со знаком. Далее я ввожу дополнительную проверку на то, что попадает ли искомая величина в наш массив или нет. Если она не попадает, то мы возвращаем нужный нам индекс, равный минус единице. Ну, а дальше мы просто циклом начинаем разбивать наш массив на половинке. И реализуем классический бинарный поиск. Для того, чтобы посмотреть, насколько быстро работает моя функция, давайте использовать профилировщик. Сначала надо создать тестовые данные, а затем профилировать нашу функцию. Для того, чтобы получить хорошую статистику, я буду запускать такую функцию тысячу раз. Давайте посмотрим на результаты. Прежде чем исследовать результаты профилирования, давайте посмотрим на объем входных данных. Объем входных данных это 78,5 тысяч даблов. У нас они записаны в тестовый массив, в тестовый вектор. Давайте посмотрим на скорость работы. Мы видим, что наша функция бинарного поиска для такого объема данных отрабатывает за примерно 350 миллисекунд. Ну, на самом деле, давайте посмотрим, почему так происходит. Итак, по результатам исследования, результатов профилировщика, мы видим, что у нас наиболее затратная часть по времени находится на строке 11. Когда мы вычисляем длину массива. Вот эта строка. Вот здесь мы видим, что у нас данная операция занимает больше всего времени. Это бутылочная горлышка алгоритма. Поэтому, я думаю, что нам надо использовать MATLAB кодер для того, чтобы перевести нашу функцию, написанную на MATLAB, в C код, обернуть ее в MEX API, скомпилировать и вызвать уже MEX функцию. Давайте откроем интерфейс кодера. Я не буду показывать сейчас настройки проекта или сборку MEX функции. Вы можете это посмотреть в релевантных вебинарах и видео. Просто я хочу показать, что да, такое искорение возможно. Итак, после того, как мы создали MEX функцию, давайте сравнивать различные подходы к решению задачи поиска индекса определенного элемента в массиве. Сначала я буду использовать классическую команду FIND. Вот она. Затем свою реализацию бинарного поиска. Буду запускать свою MEX функцию. И буду использовать следующую встроенную команду под названием ISMEMBER HELPER. Для того, чтобы померить время, мне надо создать так называемый HANDLE на функцию. Он создается вот так. И передать этот HANDLE функции TIMED. Обратите внимание, что опять я запускаю такие измерения тысячу раз, для того, чтобы получить достоверную статистику. Давайте запустим. Итак, мы получили тысячу измерений для каждой реализации. И для наглядности давайте построим график, для того, чтобы посмотреть скорость работы различных реализаций. Построили график. Давайте его объясним. Во-первых, у нас есть, здесь, как вы видите, 4 линии. Самая первая синяя линия, это время работы команды FIND. Затем, оранжевая линия, это время работы моего бинарного поиска, реализованного на языке MATLAB. Желтая линия, она вот здесь, в самом-самом низу. А это результат измерения скорости работы для моего бинарного поиска, но уже обернутого в MEX функцию. И, наконец, фиолетовая, это время работы встроенной команды. Давайте проанализируем этот график. Мы можем видеть, что то, что я реализовал на языке MATLAB, работает медленнее, чем команда FIND. Но мы видим, что как только я перевел мою реализацию в C код и обернул ее в MEX, она стала работать намного быстрее, чем команда FIND. И обратите внимание на следующее. Как вы видите, верхние три линии, такое ощущение, что они зашумлены, что у нас здесь какие-то шумы, это означает то, что мы получили нестабильное время работы. То есть оно может меняться в зависимости от ситуации и других каких-то внешних условиях. Это объясняется особенностями работы MATLAB. Но обратите внимание на желтую линию, то есть мою реализацию, обернутую в MEX. Она, конечно, тоже немножко зашумлена, но в общем и целом мы видим, что время работы достаточно устойчивое. Давайте вернемся к демонстрации и сделаем следующие выводы. Несмотря на то, что тот алгоритм, который я создал, работает медленнее, чем команда FIND MATLAB, с помощью MATLAB кодера мы ускорили выполнение нашей реализации во много раз. Затем мы получили представление о том, что можно оптимизировать при помощи профилирования. И затем важно отметить, что очень многие граничные условия, при которых работает бинарный поиск, я не проверял, потому что проверка граничных условий должна осуществляться перед вызовом алгоритма и не входить в сам алгоритм. Это справедливо для любого алгоритма. Спасибо за ваше внимание. Я ожидаю ваших вопросов в комментариях.